Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Президент Армении Армен Саркисян получил положительный результат теста на коронавирус. Теперь он вынужден будет работать в удаленном режиме. Об этом сообщило издание Армен Пресс, с ссылкой на управление по связям с общественностью аппарата армянского лидера. Известно, что диагностику на наличие COVID-19 лидер Саркисян сдал в британской столице Лондоне. Туда он приехал во время отпуска, чтобы сделать операцию на ноге. Хирургическое вмешательство армянскому президенту сделали. Уже позже у него проявились симптомы коронавирусной инфекции. Тест показал положительный результат. Отметим, что в Армении с начала пандемии выявили 160 544 случая заражения COVID-19. По данным World Dementors, на утро 5 января в общем вирус унес жизни уже 2878 армян, а 145 759 удалось вылечиться. Также глава правительства Армении Пашинян принял решение уйти на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса, передает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу Кабмина страны. В связи с ситуацией с коронавирусом премьер находится на самоизоляции, заявил собеседник агентства. Представители Кабмина не стали раскрывать, сдал ли Пашинян тест на наличие коронавирусной инфекции. Отметим, что ситуацию с COVID-19 в мире, возможно, удастся переломить к концу 2022 года, сообщила РИА Новости президент Международной ассоциации специалистов в области инфекции и бывший главный внешнатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова. «В ближайшие года 2-2,5 переломим эту ситуацию с коронавирусом в мире. Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация. Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас», рассказала Шестакова. В то же время она отметила, что это будет возможно только при вакцинации населения и создании эффективных лекарств против коронавируса. Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалий, разработчик и вакцины «Спутник В» Александр Гинсбург ранее также выражал мнение, что справиться с ситуацией поможет только вакцинация населения. При этом министр финансов России Антон Силуанов в конце декабря выразил надежду, что ситуация с коронавирусом спадет к середине следующего года. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 3 января число заразившихся в мире превысило отметку 83 миллиона человек. Более 1,8 миллионов заболевших умерли. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok